Сегодня у нас легкий познавательный видос о том, как на корейском дерьмище устранить его частую проблему. А именно, ебать обломанную шпильку, в данном случае заднего колеса. Для которого, ебать на удивление, мы в первую очередь снимаем колесо. Очень повезло, что на этом дерьме не барабан, поэтому с легкостью приступаем к снятию суппорта. Для начала, открутив два болта, снимаем сам суппорт, следом снимаем колодки, ну а затем и снимаем сам мускобу. Ну а следом, неутомимо, естественно, откручиваем тормозной диск. Есть несколько вариаций, но нам охуенно повезло, что здесь дохуя место, чтобы вытащить старую шпильку, ну и затем засунуть новую. Которую, в свою очередь, нам засунуть нихуя не удалось, так как запчастист опять проебался и дал нам не ту. Поэтому отправим клиента за шпилькой, а мы пока проценим, сколько на дроме может стоить этот автомобиль. Цены сейчас, ух, как выросли, а здесь можно найти много шикарных предложений. Ну и, скорее всего, с целыми шпильками. Да и ладно, получили новую шпильку, которая в этот раз подошла. Легким движением руки устанавливаем ее на место, легким движением пневмозубила добиваем ее до конца. Далее, ебать, необходимо обработать сопрягаемые поверхности. А именно, тормозной диск с двух сторон. Ну и пока все снято, вычистим скобу, где у нас стоят колодки. И заодно проверим, легко ли ходят направляющие, дабы в последующем избежать проблем с системой торможения. Ну и собираем все обратно до кучи. Почему же на этом говне постоянно ломаются шпильки? Ну, кроме того, что они сделаны из говна, их частенько перетягивают. Бравые парни наши на монтажках и не только, которые затягивают их без регулировки усилия. Вообще, по правилам, нужно их сначала наживлять от руки, а затем затягивать динамометрическим ключом. В данном случае 100 ньютонов на метр. Но тогда мы останемся без работы, поэтому затягиваем пистолетом.